Приветствую вас. Я вот поставил ответы на ваш вопрос и увидел, что многие эксперты решили, что это вы сами, значит, пишете от третьего лица, значит, ну, якобы, для того, чтобы сместить в себя акцент, значит, в этой проблеме, в этой ситуации. И они, я имею в виду мои коллеги, делают такой довольно-таки на мой взгляд, ну, знаете как, неверный шаг в этом контексте, потому что вы все-таки можете быть и действительно при этом лицом, и вот тогда ситуация становится вообще не очень красивой, вот, потому что мы вам все-таки советуем, а вы действительно хотите, там, для девушки какой-то, может быть, там, с подруги, может быть, там, знакомый, но какая-то большому счету нам радость. Вот никакой. Но что говорит, что есть девушка. Эта девушка принял больную любви. Он ее отверг, как вот вы говорите. И он ее отверг, и у девушки теперь душевная боль. из-за того, что ее отверг. И вот вы, собственно, спрашивает нас, а как же, вот, все-таки помочь ей преодолеть эту вот боль? Значит, мой ответ вам будет состоять из нескольких частей и двух частей. Заранее простите, пожалуйста, если я буду случайно говорить, что это вы. То есть, как бы, говорить о проблеме, ну, так, что это, типа, ваши проблемы. На самом деле я так не считаю, но, может быть, иногда для удобства я буду говорить именно так. Но вообще постараюсь соблюдать позиции. Значит, смотрите. Девушка, когда признавалась в любви, и когда парень ее отверг, она получила что? По сути. Вот именно, по сути, что получила девушка. А девушка, по сути, получила изменение представления о себе. Что тут у нас, ну, ее, ее отвергли. Получается, что она, что, недостойная, недостойная, недостаточно хороша для этого мужчины, например. И все. И вот ей плохо уже. Вот у нее душевная боль. То есть, изменились ее представления о себе. Она стала думать о себе по-другому. Ну, и, по брати, у меня, если я ошибаюсь, что стала думать о себе хуже. Вот я думаю, что душевная боль у нее именно поэтому. Потому что она стала думать о себе хуже. На мой взгляд, это такой живой момент, что человек на своей природе, значит, испытывает боль, когда появляется потребность в чем? В развитие. И вот то, что девушка получила, когда ее отверг мужчина, это и есть развитие по своей природе. Давайте теперь подумаем, что это в нашем развитии. Ну вот, объективно. Девушка, например, думала, что его любят. Мужчина. И она ему, собственно, обклинялась. Мол, я тебя люблю. А он ее ответил. И на миссаровой, вообще-то говоря, он поступил с ней честно. Я не знаю, будете ли вы спорить с этим, будете ли вы отрицать это или нет, но он поступил честно. Он ее отверг, сказал ей, что он ее не любит. Ну, знаете, не каждый мужчина это скажет. Все-таки велик соблазн, да, воспользоваться тем, кто тебя любит. Ну вот, мужчина этого делать не стал. И у девушки, да, шикарная боль. Почему? А вот и выясняется, что оказывается, мир немножечко по-другому обстоит. Картинка по-другому немножечко выглядит. А именно, как картинка выглядит. А картинка выглядит так, на самом деле, что своим отвержением парень, мужчина, достажет девушку, думает о себе хуже. Вопрос теперь, почему он заставил думать о себе хуже? Почему она поддалась, условно говоря, на подобное воздействие? В чем она была в себе не уверена и почему? И вот, собственно говоря, это и является принципиально важным моментом, на самом деле. Принципиально важный момент именно в этом. Понимаете? В том, почему девушка стала думать о себе по-другому. За счет чего изменились ее представления о себе? Это первое. Это первое и очень важно. Почему она стала думать о себе хуже? Второе. Душевная боль – это такое состояние, я надеюсь, вы не будете со мной спорить, конечно, вы со мной согласитесь, что душевная боль – это такое состояние, когда человек испытывает негативные эмоции и негативные переживания от того, что не может получить то, что хочет. То есть, вот, желание получить то, что хочет, то, что я хочу есть, средство получить то, что я хочу тоже есть, а вот возможности получить этого нет. И из-за этого возникает боль. Опять же, опять же, боль скрывает определенные моменты в отношении девушки. А именно, что ее любовь, например, о которой она говорит, это, мягко говоря, не совсем любовь. Ее любовь, это, на поверку, оказалась потребностями. И вот почему потребности у девушки такие, что она хочет удовлетворить их, эти потребности, через молодого человека – большой вопрос. Но об этом нужно разговаривать уже непосредственно с самой девушкой. потому что нельзя обсуждать с третьим лицом, а вы представили себя как третье лицо, то, что происходит с человеком. Вообще, самое лучшее это в мотивации – это отдать девушке послушать эту вот мою запись, чтобы она поняла, как обсуждать дела, и двигалась бы в этих вот двух, скажем так, направлениях. И вот тогда, путем, путем работы, путем осознания проблем, она бы потихонечку, постепенно обретала бы большинство равновесия. Ну, это не сразу, потому что сразу обректи большинство равновесия здесь, ну, невозможно. К сожалению, вот. Хотелось бы, но невозможно. Все-таки любовь, как-никак вот, чувство трудно анализируемое, но от этого не менее важное. Для анализа, я имею в виду. И есть определенные моменты, по которым, например, девушка сама решила признаться в любви молодому человеку, мужчине. Есть определенные мотивы девушки вступать в отношения именно с коллегой по работе, а не с кем-то другим. Это тоже довольно такой серьезный момент, если угодно. То есть вот подобные аспекты, их нужно, на мой взгляд, как следует разбирать. Подобные аспекты нужно, как следует, прорабатывать вместе с девочкой. Как она видит, например, свою позицию в отношениях с мужчиной? Опять же, как ей видится ее позиция? Как она по позиции оценивает? В какой позиции она хочет находиться? В какой позиции она считает должен находиться мужчина? И вот в зависимости от всего этого, нужно будет восстанавливать заново модель ее женского поведения. Это работа, работа довольно серьезная, но если девочка готова к ней, то, я думаю, любой эксперт на нашем ресурсе будет рад помочь. Я в том числе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные у вас вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.